Здравствуйте, друзья, с вами Вула, на ваших экранах The Crew 2, и темой нашего сегодняшнего ролика будет продолжение темы предыдущего ролика, а именно настройки на разного типа автомобилей под разные режимы. В прошлом видео я рассказал о всей линейке стритрейсинга, а вот в этом видео мы затронем уже оффроуд. И режимы, которые находятся в этой категории, не в такой большой степени зависят от того, какую машину вы используете или какие настройки на ней. Разумеется, в каждом классе есть свои имбы, и мы о них поговорим, но не везде. В большей степени влияет умение управлять автомобилем. Это умение, конечно, должно быть во всех режимах, но вот на оффроуде оно прям очень ярко выражено. Потому что ездя по траве, по гравейке, по всем этим неровным поверхностям, гораздо сложнее управлять автомобилем, чем просто на обычном асфальте. Но все же, как я сказал, имбы есть, и поэтому давайте начнем с ралли-рейда. И там у нас имбой является Porsche 959 Raid. Настройки на него вы можете видеть прямо сейчас у себя на экранах. С такими настройками он ведет себя достаточно стабильно на дороге, может немного заноситься, но для тех поверхностей, по которым мы ездим, это вполне себе норма. Знаете, я даже вот что отмечу. На рекорды в большей степени в режиме ралли-рейд влияет именно срезки. То есть знание, где, возле какого камня проехать, так, чтобы проехать контрольные точки быстрее. Ибо в ралли-рейде, хоть нам и дают, как бы, условно трассу, не обязательно ее придерживаться. Можно спокойно вырулить на открытой местности и поехать прямо напрямик через деревья. Единственное, надо знать, где ехать. Ну и, ребята, не забываем еще про слипстрим. Берем друзяшек и начинаем слипстримить по всей карте. Следующий режим, о котором мы поговорим, это будет ралли-кросс. Вот это поворот! Нежданчик? Думали, по порядку пойдем? А он хрена лысого. В этом видео мы пойдем по другому принципу. По увеличению отвращения ко всем этим режимам. Потому что во Фроди находится очень много режимов, которые меня бесят. И я буду рассказывать по увеличению бесячности. Как вы поняли, ралли-рейд это один из моих любимых режимов. Дальше у нас пойдет ралли-кросс, потому что эти гонки тоже достаточно классные, интересные, скиловые. Потому что в большей степени завязаны на управлении автомобилем, на входе в повороты, в дрифте, там, в торможении, в плавном-плавном газе и так далее. В общем, очень скиллозависимые гонки. И поэтому они мне нравятся, но они поэтому потные. А ралли-рейд это прям, ну, и интересно, и вроде напряжно. И вот в ралли-кроссе я могу отметить для себя два автомобиля. Может быть, какая-нибудь из них вам приглянется, и вы начнете на ней катать. Но первое, это Porsche 911 RS Limited Edition и Ford Focus. На самом деле, я использую оба этих автомобиля. Потому что на некоторых трассах, скажем так, есть много поворотов, разворотов разнообразных. И там мне в большей степени нравится использовать именно Porsche, потому что он такой более поворотливый, он заднеприводный, поэтому он постоянно ходит в занос. Его легко разворачивать. Focus же у нас имеет полный привод, и поэтому он хорошо держится на скорости, хорошо работает на, скажем так, небольших поворотах, на небольших смещениях. И, скажем так, развернуть его, это прям такая проблемка. Да, можно, конечно, разумеется, но все-таки на заносах я предпочитаю больше ездить на Porsche, а вот как раз-таки на более прямых картах я беру Focus. Ибо дорогу он держит гораздо лучше. Ну что ж, теперь перейдем к самым моим нелюбимым режимам. И второй, скажем так, по нелюбимости, это как раз-таки ховеркрафты. Я хоть и всегда говорю, что они самые отвратительные, нет, вот, кроме них есть еще что-то более отвратительное. Так что, сейчас мы поговорим о Proto Speedster. Это, на мой взгляд, самый лучший ховеркрафт. Настройки его вы можете видеть у себя на экранах. Но в большей степени как раз-таки на управление ховеркрафтом влияет не то, как вы настраиваете его, а то, как вы едете, ибо ховеркрафт в основном хорошо едет, когда вы используете нитро. То есть, вы поворачиваете на повороте, вас несет боком, вы юзаете нитро, и оно вас вывозит из поворота. Поэтому, для того, чтобы постоянно пользоваться нитро, вам как минимум нужен нитрохимик. У меня его, разумеется, нет, потому что я терпеть ховеркрафт не могу. Но если у вас тоже нет нитрохимика, или вы тоже не любите играть о ховеркрафтах, постарайтесь потратить легендарные очки на такие перки, как экстронасос и дрифтер. Потому что дрифтер это, в принципе, один из основных перков, который нужен для ховеркрафта. Ибо ховеркрафт, по факту, постоянно находится в дрифте. То есть, каждый раз, когда вы поворачиваете, он дрифтит. И, соответственно, от каждого вот этого поворота вы будете восстанавливать себе нитро на 10%. Экстронасос еще дополнительно увеличит это восстановление. Ну, и если у вас есть хорошие нормальные детали, там тот же нитрохимик, вот и голдовые детали, выбивайте себе экстронасос на них тоже. Для того, чтобы лучше, ну, точнее не лучше, а в большей степени восстанавливать себе нитро. Ибо от количества нитро, от скорости его восстановления будет напрямую зависеть качество вашей езды. Ну, и последний режим по отвратительности в оффроуде, это мотокросс. Из всех доступных четырех мотоциклов, которые тут есть, в принципе, можно использовать что угодно. Они практически ничем не отличаются. Я почему-то остановился на Сузуки 450, настройки на нее вы можете видеть у себя на экранах. А вот то, почему этот режим является одним из самых отвратительных в игре, даже несмотря на то, что я постоянно говорю, что ховеркрафты я терпеть не могу, больше ховеркрафтов я ненавижу мотокросс, да и, в принципе, все, что связано с мотоциклами. Ибо они в игре просто отвратительные. А мотокросс это отдельная, сука, тема. Ибо ездить на них просто невозможно. Отсутствие динамической камеры просто бесит да нельзя. У вас огромный разворот, и вы понятия не имеете, когда он закончится. Вы просто на бум или просто на знание карты пытаетесь вывернуться. Когда вы играете в обычных режимах, на обычных машинах, там это так сильно не чувствуется, не надо. Но в мотокроссе у вас практически всегда какие-то повороты, развороты, и камера практически всегда направлена в другую сторону от поворота. И это происходит практически на всех режимах камеры. От первого лица ездить вообще невозможно, потому что от первого лица обзор становится еще меньше. Более того, эти великие разработчики сразу после поворотов ставят трамплины. А если вы залетаете на трамплин под неправильным углом, вас выкидывает нахрен с трассы. А еще больше прикалывает то, что для установления рекордов даже не надо ездить на трамплинах. Ибо разработчики не додумались поставить контрольные точки в воздухе для того, чтобы игрокам, ну, был стимул прыгать на трамплинах. Конечно, нахрена, мы поставим точку в начале и точку в конце трамплина. Просто проезжаем точку, объезжаем горку и проезжаем вторую контрольную точку. Зашибись! Просто великолепно! 32 место за 3 попытки! Ну, на этом все, друзья. Надеюсь, с оффроудом я вам хоть немножко помог, потому что, на самом деле, это не самый мой любимый режим. По крайней мере, не все гонки мне здесь нравятся, но, по крайней мере, я могу здесь ездить более-менее на всем. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте только в хорошие игры. Всем удачи! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok